всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня забыл свет включить сегодня у нас будет не ведьмак сегодня будет другая игра ну просто потому что хочется немножко разнообразить стримы чтобы не душиться одним ведьмаком собственно вот мне он интересен но хочется еще чего-то новенького иногда через эту быстренько проверяю идет ли трансляция и все вот это вот что такое должна идти вот она идет все хорошо волосюшка поэтому у меня падает маленькие растут понимаете и и падают зачем падают почему непонятно микрофон работает микрофон работает хорошо чуть его подвину все я значит запускаю игру личку собственно когда-то давно очень давно я видела летсплей по этой игре но это был так давно что ничего не так значит почему-то мышки здесь нет хорошо звук музыка пока вроде бы нормально а играть тоже придется стрелочкой уже неудобно можем мне пожалуйста мышку 3 геймпад который джойстик глава 1 прекрасная бабочка здрасте чет знакомая я с собачками убегу давай давай привет и и пока получается над к сейчас выглядит грибочков собрать о разите а можно 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 это что-то управление это опять не этот самый собирать оказывается на кружочек который находится справа а здесь на кресте ладно разберемся хорошо прыгать на квадратик ладно эх пацан это это в лес не убегай далеко мало ли медведи какие зажрут да и в лесу кстати очень же легко заблудиться всегда нужно предельно осторожно все делать слышишь выходи ля ты крыса и все да пошел ты в жопу а что же мне делать так но я клацаю все кнопки они не работают значит возможно нужно хорошо ну-ка а если я буду мышкой там какая-то морда за мной смотрит из-за деревьев мне управление больше не показывают ну потому что уйди просто потому что там было x да c прыгать пробел прыгать при этом всем ну все вот мы и приплыли я ничего не пойму а что делать так но за а 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 странно ведь обратно я не могу но и здесь сделать ничего а 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 Я сейчас отойду, у меня машинка постирала, я хотя бы ее просто открою, чтобы потом не забыть развесить белье. Что-то я не понимаю, что делать-то, ну-ка я сейчас на клавиатуре все эти попереклацываю, вы думаете мне лень? Нет. Цифры тоже не работают, я просто проверить, ну. Хорошо, а что делать тогда? Ну вот убежал он дальше. Я нажимаю на все кнопки. Серьезно? Бежал. Я специально возле окна много раз нажимала, думала, мы заглянем туда. И, кстати, мальчик-то убежал, и он очень умен. Знаете, это же надо было в неизвестную хижину в лесу. Тут прям очень чувствительное управление. Жесть, вот это там срань сидит, конечно. А что мне с грибом делать? Он же меня сожрет, а как здесь бросать? Ну вот, у меня есть гриб. Но нет кнопки бросить. Хорошо, ладно, я постучу, он меня сожрет, если я не уйду. Ну, конечно. Знаете, здесь не столько сложна сама... Но игра... Сколько я ни хрена не понимаю в управлении. Хорошо. Z это смотреть на клавиатуре. Допустим. X, C, V, B, N. Хорошо, ладно. Хорошо, я нажму все кнопки. Я их нажму. Не надо меня душить, игра. Не души. Что, грибочек сюда положить? Хорошо, ладно. Я могу еще взять грибочек, чтобы положить рядом? Просто, чтобы было хорошо, ладно. Значит, здесь всего две основные кнопки, я понимаю. А там грибочек. Иди кушай. Он сейчас зайдет, да, и сожрет меня. А может, мы под столом спрячемся, мальчик? Да, правильно. Нафиг ему надо. Наверное, можно было в сундук. А, или что? А закрывать будешь? И он будет спать, да? Эта бабочка у меня полить будет, нет? Сюда надо бабочку поймать, да? Или что? Мы ходим только по прямой. Мы не можем влево-вправо, хорошо. Сюда кость можно применить? Здесь невидимая стена. А. Понятно. А дальше что? Табуретку двигать? За ключом, да? Угу. Ну, нужно немножечко привыкнуть к игре. Слегка. Или он так достанет? Слегка необычно. Табуретку. Хватит за мной там смотреть. Значит, там две из... Три избы, значит, впереди. Угу. А здесь ловушка, да? Как прыгать? Вот эту. А, у меня нет выбора? О, боже. Мне к этому стремышу идти, да? Чувствительно, чувствительно. Кость мы брать не хотим, да? Может быть, здесь что-то возьмем? Нет, да? Ну, нет, так нет. Как это надо было делать? Подождите. А почему они не работали? Ну-ка. А, возможно, если их не задеть, то он меня не услышит, да? Он говорит такой, я не знаю, что делать с листочками. Возможно, нужно по стеблю, да? Или что? Так, ну-ка. Я не буду, возможно, не задеть. А что листочки? Да, действительно, он меня не трогает. Я хотя бы спокойно подумаю. Кости он брать не... А, вот это не рычаг там в виде кости, которая на стене? Она просто странно выглядит. Надо поднять листочки. Ну, это классно, а как? Мне нужно через него перепрыгнуть, чтобы он поднял листочки. А, нет. Ага. Его не перепрыгнешь. Ладно, хорошо. Может быть, тут там что-то можно взять все-таки было? Ну, видите, насколько здесь чувствительно? Я не могу, я пытаюсь. Это брать не хочет. Это все тоже он брать не хочет. Ну, так взял бы хоть что-нибудь. А, или, может быть, мне нужно было на листочках зажать кнопку, чтобы их... Я прыгаю просто на крестик. Забейте. Чтобы их поднять вручную или что? Ну, там какое-то движение, но оно же не от шума, правильно? Я не понимаю, как это делать. Ну, я просто не понимаю. Как? Его я тоже схватить не могу. Все эти кости он не трогает. Цветочек! Серьезно? Я думала, он только как триггер срабатывает. А этот тоже будет за мной прыгать? Уйди. Оно идет за мной? Оно сдалось. Ну, там один листик оторвался. Это значит, мы в ту сторону не сможем какую-то попасть? Или вообще нет смысла даже пытаться попасть в эту сторону? Я про вот этот берег. Наверное, же надо? А. Хе-хе. Понятно. Неисправимый исследователь получено достижение. Так, ну здесь тоже понятно, как. Я просто в стрессе не совсем поняла. Я буду все собирать, что вижу. Что похоже на... Какая-то ненастойчивая дощечка, нет? Были, да? Ты не умеешь ходить. Не должен. Он сейчас вернется? Нет. Так, так, так. Что-то с мостом, да, надо сделать? Вот эту неустойчивую дощечку сковырнуть? А что будет? А, вот эта часть упадет. Угу. О, страшно, страшно. А как это успеть? А, на обратном пути. Здравствуйте. Не кушай, подумай. Уходи. А я сзади вообще-то иду. Глупый монстр. Ну, а, получи. Ну, все. Потай бабочку. Давай ее сюда. Сейчас этот еж упадет. Эх, без помощи-то, а? Вот и виси. Не можешь меня сожрать. Вот и бесишься. Глава 2. Мрачная сторона леса. Ничего себе там гость дружелюбный сидит. Здорово. Мяску? Пожарим? Может быть. Слушай, давай не будем к нему. Так, ты там, это, давай, слышишь? Не ешь меня только. Я сейчас приду к тебе, понял? Через стол опять или как? А сейчас он меня сожрет. Он просто делает вид, как будто меня боится. Так, пока непонятно, что с этим делать. У меня есть ведро и свинья. Батутный гриб. Угу. Ой, да иди отсюда, слышишь? А, то есть... Как здорово сделано. Даже ничего самому там крутить. Раз, и все. Давайте до конца дойдем. Там, может, что-то еще есть? А, сюда свинку, да? Нет? Так, и какие-то у нас знаки. Знаки. Зачем нам вода? Чтобы налить сюда? Но это странно. За пределы дома я не могу. И к нему я тоже никак забраться не могу. А я хотела бы. Задний фон не активен. То есть я не могу через него попробовать. Ну, можно попробовать затушить, конечно, костер. Но зачем? Пока не понимаю. Золу набрать, но... Для чего? И зачем мы это сделали? Да. Мне ему пустое ведро поставить, чтобы он не упал? Я не понимаю, пока. Или будучи на этом ящике... Ну, в смысле, на горшке я смогу ведро поставить. Да нет. Непонятно. А я могу возвращаться на предыдущие локации? Нет. Значит, ну, просто мало ли оттуда что-то нужно набрать. Привет. Привет, одинокая доска. Привет. Что, опять воду набирать? Я ее куда-то не туда использовала? Или она опять нужна зачем-то? Ну, допустим. Сюда вряд ли. Ну, да. Гровь смывать было бы странно на ритуальном этом камне. Хорошо. Куда-то бутылку-то, блин, поставить не пойму. Ну, не бутылку, а ведро с водой. Зачем оно нужно? И как к нему наверх залезть, я тоже не пойму. Это так сложно-то. Я просто думала, что, будучи на этом горшке, я смогу поставить сверху ведро в перевернутом виде и добраться. Ну что делай? Я пока не понимаю. Мне подождать, чтобы он вылез. и ведро вам накатить его не вылезет. Пока я не уйду. Он заскриптован так, что я отхожу, он появляется. Может, чуть-чуть дальше нужно? Он как бы... Вот когда я здесь, он подходит. Я не понимаю. Жо, опять вылить сюда? Не выльешь уже. Что же делать? Свиню я не могу применить. Я не умею между предметами переключаться. Он вроде бы, как я понимаю, автоматически их сам применяет. Непонятно. Вы не знаете, что делать? Потому что я не знаю... О-о-о! Какую-то хрень нашли. Пуговичка мальчика. Угу. Ну, это хорошо, конечно, что мальчик в ту сторону пошел, но... Грибы! А-а-а! Я сейчас на этом грибе подпрыгну. А-а-а! Не, я просто еще не привыкла к тому, что здесь можно пользоваться всем. И водой полить. Угу. Я сейчас тебе приду. Только мне, наверное, нужен и этот череп тоже. Здорово! Нет, не нужен. Ну ладно. Нет, так... Да ну. Здорово! Сперли иголку у него. Хе. Ходим бесцеремонно тут так. Как у себя дома. Так, ну нам нужна только иголка, чтобы проткнуть свинью. Нет. Опять думать. А может его иголкой уколоть? Ну это, конечно, странно, но... Это же опять-таки... Нужно подгадать. Отсюда не могу его иголкой уколоть? Ну вот, только чуть-чуть поняли, уже опять не понимаем. Надо его по центру поставить, чтобы туда и сюда можно было допрыгнуть. Это щел... Или может ему там ловушку возле окна сделать? Да нет. Ой, я не знаю. Что тогда делать? Мне еще один гриб собрать и в него иголку засунуть? Ну типа я не знаю уже, что эта игра от меня хочет. Нет. Ладно, наберу... Наберу еще воды, не знаю зачем. Уже было. Может ветку там у колодца? Там так торчало? Акумен. Ничего себе. Я и не заметила. А ее сюда втыкивать интересно? Нет, ее с собой брать. В золе ковыряться или зачем? Какая большая удочка. А, то есть ты, значит, руками не мог... Разгрести, да? Взолом. Ну ладно, ладно. Ведром он не мог. Башмаком. Нужна веточка. Спасибо. Руки еще пачкать. Ну. Захочешь друга найти и спачкать. Так. Ух ты. Какая мадам. Зачем мы... Что мы... В шкафу можно прятаться. Так, значит, она туда-сюда ходит. Нет, не туда-сюда. Все, 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 все. Заходи обратно. Вдруг, нас сейчас скушают. Да не было меня тут. Это шкаф сам открылся. Как достать соседа пошло. Я не знаю, зачем я открываю вот эту вот занавеску. Она ее закрывает, наверное. А, чтобы увидеть, что в ней нужен ключ. И там кладовка какая-то. Здесь он ничего поднять не смог. Значит, пойдем дальше на кухню. А ключ у нее на шее. Значит, нам нужно ее убить. Получается. Мне. Тоже мне. И это у меня как вниз пойти? Она вниз, наверное, тоже ходит. Или не ходит? Тут киса. Она нас запалит, наверное. Что это такое? А, мы у нее зажигалку взяли там что-то? Три грибочка. Опа. Три грибочка, значит. Зеленый, желтый, красный. Чуть что так сразу убить. А здесь кочерга есть. Можно было бы ее взять и отбиваться от нее. Что-то мне подсказывает, что этот кот, ну, он под насрет. Я сама сказала только что зеленый. А прямо надо соблюдать форму, да? Зеленый, вот такой вот красный вроде бы, и желтый, вот эти три. Но это не... Нет, ну это не точно. Как назад выйти? Как выйти назад? Маленький красный, зеленый такой желтой штучкой и плоский желтый. Маленький красный. А, их по одному закидывать, да? Грибочек вложить можно было бы. А, или это мне надо в мой котел. Сюда котел поставить. Понято. Мне кажется, это шкура кота, а-ля шкура медведя. Да не, он живой, он же мурлыкает. Тебе не слышно? Что интересно? Здесь вот есть желтый, который нужен. И зеленый, вот этот по форме похож. А вот этот по окантовке снизу. Ну что делать? Белый, сверху зеленый, там снизу желтый, да? Ну, этот не желтый. И не белый, прям у него ствол. Значит, вот этот. Так, нужно будет найти, во что перелить. В склянку какую-нибудь. Второй зеленый, точно. Так, теперь ее маршрут бы... Она сейчас куда? В эту комнату. Значит, в следующий заход мы идем прятаться в шкаф. Ух, супа наварили. Я так понимаю, она ходит в среднюю комнату, потом в большую. Обратно в свою. Где она варит всякое. Бля, сейчас она нас сожрет. Я боюсь. Она в тот раз заметила меня. Почему вот я не могу сюда куда-то спрятаться? Это очевидно, что этот ключ именно от вот той маленькой коморочки. Сейчас я боюсь. Я тайминги найду идеальные. Просто я думала, он оттуда склянку возьмет. А видимо, склянка все-таки вот там за ключом. И мы на это время потратили, пока он такой... Вот это вот. Ага, все. Сидим, ждем. Блин, вот мы и сейчас, конечно, супа набабахаем с жесткого. В смысле? Как это? Что, тебе ополовник нужен, что ли? А у нее там есть ополовник? У нее нет ополовника. Ну, грибы мы сделали как надо. Картина не упадет, если прыгать на кровати? Ну, мало ли, я не знаю. Логика, конечно, такая себе. Не тот суп, значит? А, да. А как его заново начать варить? А, вот да. Действительно не тот. Красный. Рыжий. Рыжий. Ну, это же зеленый цвет. Игра от СНГ-студии почему-то всегда без проблем узнается. Ну, если это вот этот гриб окажется, то это несправедливо. Ну, он прям белый-белый. Давайте я, ну, давайте я зеленый кину, там же, там же как будто бы зеленый. Он цвет, что ли, должен поменять. А, просто вот здесь окантовка желтая есть и белый стебель. Но, но там же он зеленый, блин, больше, чем голубой. А тут он был голуб... Что такое? Он цвет поменял, но все равно не тот, да, значит? Ну, значит, дартонизм у всех. Ладно, хорошо. Сейчас мы и там наварим, я чувствую. А может, не этот красный даже? Там просто есть еще более светлый красный гриб. Вот этот. Я уже сомневаюсь. Сломала супец. Да я вообще не... Подождите, надо... Я два одинаковых гриба кинула, да? Баренький красный. Желтый. И вот такой вот какой-то вот... Вот такой вот... Давайте вот этот красный. Хорошо, ладно. У меня времени много, она сюда не ходит. Безумный повар. Получено достижение. Извините, конечно. Первый синий. Да как же так-то? Он же зеленый. Ну, еще остался желтый. Желтый здесь один. Ну, светлый желтый. Все? Да ну че... А че так... Че требуется от меня, не пойму? А тут... Во, оно как. Я не понимаю. Красный кидай. Так я уже кинула. Тут нужна последовательность, что ли? Слева направо или справа налево? Ну, это странно было бы. О, на. Ну, есть еще такой какой-то недожелтый. Но это не тот. Не тот красный. Какой тебе красный нужен? Дайте бабку отравить-то, господи. Хорошо, вот этот красный маленький, да? Вот этот красный? Или ты хочешь, чтобы я по порядку делала? Ну, сделай по порядку, ладно. Голубой. Желтый. И красный. Какой красный? Какой красный? Мне нужна помощь. Вот я буду на этом руку держать, а ты мне скажи, этот или который по центру? Я не понимаю. У меня не получается решить эту легкую головоломку. Не получается. Да в смысле я заруинила вторым синим? Ничего я не заруинила. Сейчас снова синий? С какой стати? Я точно так же только что делала. Нет? Или при каждом грибе он должен цвет менять? Что ли? Какой красный? Хорошо. Который более... Вот я опять так руку буду держать. Нит. Что нит? Именно. Я думала, он в конце... Маленький вот этот, да? Я думала, он в конце должен цвет поменять на какой-то ядреный. А пока ты кидаешь ингредиенты, он должен быть нейтральным. Ну, это мне так казалось. Покажи картинку. Мне кажется, вот этот. Ну ладно, давайте. Я уже поняла, как делать. Да не уши. Похоже на тот маленький слева. Ой. Сейчас она в какую комнату идет? Я боюсь, что если она в маленькую, мы не успеем. Да, мы не успеем. Хитман на минималках. Ну, а получи. Она не пойдет вниз куда-то в агонии, нет? Она меня не сожрет внизу потом. Получено достижение алхимик. Ну и еще тут алхимик, конечно. А там ничего нельзя больше забрать? Я хочу проверить. А, там бабочка, кстати. А мы не можем ее взять, да? Ну ладно. И здесь мы тоже ничего не берем, да? Хорошо. Убийца. Да, она меня уже один раз сожрала. У нас честный бой был. Один-один. Алхимик, убийца, бабок, людоедок. Эту точно можно взять, да? Ну, почему она тогда выделяется так? Ну ладно, хорошо. Здравствуйте. Это тоже мне. А выше мы не сможем, да? Ладно. Ну, это камешек сюда, это понятно. Не кушай. Не надо. Ты желудь. Ну, типа. Вот и иди правильно. О-о-о. Поспать можно. Так. Это предыстория. Это предыстория. Че? Ладно, хорошо. Пока непонятно. Здесь еще одна есть эта штука. А в чем вообще сюжет? Ну, в общем, они со своим другом-мальчиком ходили, собирали грибы. А потом мальчик, друг его, забежал в какую-то хижину, где его сожрали черти. Ну, или не сожрали. Я так и не поняла, что с ним произошло. А мы дудеть умеем? Фальшивая мелодия. А я не могу управлять, да? А мелодия зависит от расположения этих... Этих... Какого? Ловцов снов, что ли? Зачем ловцы снов? А-а-а! На каждом ловце мы посмотрим сон с подсказкой, наверное, да? Минус уши? О, очень громко, да? Давай потише сделаю звук. Хе, можно чуть потише. Не стесняйтесь просить потише. Я так понимаю, они просто не тот грибочек съели. На сто процентов. Нужно в одном из них увидеть ноты песни. Да-да-да, я... До меня дошло. Не сразу, но дошло. А, нет, назад, назад. Так, у нас был голубой совой, да? А мы сейчас два сна сразу увидим. Я же... А можно сразу два? Я не знаю. Наверное, нет. Этого мы тоже видели. Не можно. Так, это мы видели. А может, пока они крутятся? Ну, сейчас мы все посмотрим. Мы просто еще не все видели. Вот мы с красного начали. Ну, ладно. Может, пока крутятся. Может быть. Вот здесь ничего взять не могу, да? Вот тут лежит какая-то полка с чем-то. Наверное, надо, чтобы медленно крутились. Я правильно понимаю? Вот как-то так. Ну, там были ноты, но я не поняла, где они вообще были. Я что-то не понимаю. Он находится между там, где мальчик дудит. Так, мы вроде бы все же смотрели ловцы, на них не было нот. Это не ту. Там он должен дудеть, и черт за ним гнаться. Красненький? Не знаю. Вот еж. Это было перед ежом, нет? Можно сразу два? Нет, все равно один какой-то, да? А может, подольше полежать. А я не могу, он сам встает. Это не от меня зависит, сколько лежать. Так, ну вот это было. Но мы же все смотрели, да? Еще один еж. Загадочная загадка, и не говори. А если прям быстро? Ну, мы делали, а оно точно так же, по-моему, меняется. Наверное, пропустили один случайно. Вот на самом быстром, кстати, с нотами не появлялось. Давайте еще раз устроим проверку. Зеленый мы видели. Но чисто из принципа я посмотрю. Хорошо, на зеленом висит еж. Здесь чел гонится. Я же не могу с ними взаимодействовать, да? Ну да, я не могу на кровать залезть. Опять висит еж. Подождите. А может быть... Нет, это тупо. Я думала, может, в последовательности, которые мы видим, когда они крутятся, такие посмотреть. Несколько раз под одним один и тот же сон будет. Просто когда они крутятся, там появляется еж, как за нами гонится чел и еще что-то. Может быть, надо идти сны по очереди посмотреть. Я просто сейчас выпишу на всякий случай, что на красный это точно еж. Господи, как долго заметки открыть. Красный это еж. Сначала идет дуделка, потом ежик, потом он бежит за ним. Здесь мальчик машет, это нам не подходит. Опять мальчик машет. Так, на рыжий, значит, этот рыжий гонится. Мальчик машет равно дуделка. Да, я тоже об этом думала, но... Типа, как? Мне дудеть, когда я вижу эти... Я не понимаю. Ну, допустим. Вот здесь был мальчик. Да, блядь. Вот здесь. Я не могу с дудкой лечь спать. И во сне я не могу дудку нажать. А теперь ежик. Во! Блин, реально пропустили случайно? Вот это да. А не, получается... Как так вышло? Мы же все смотрели, нет? Мы эту загадку просто додумали сами, усложнили раз в сто. А тут просто уже было. Какое нелепое совпадение. Да. Не тут, да? Ладно, ладно, хорошо. Я схожу на эту сторону. Золотые самородки нам тут какие-то раздают. Лесные твари всякие. А мне можно так же на синтезаторе научиться играть? Да, было бы неплохо. Всему так учиться вообще. Посмотрел во сне и умеешь. А это монстр, походу. Он меня сейчас сужрет. А, нет, не будешь кушать? Нет, он убил. Хорошо. Ему на дудке сыграть? А, клубничку? Я просто увидела, что у него клубничка, и тут какая-то срань висит. А клубнички собирать надо или они должны просто везде расцвести? Там что-то между деревьями было. Мы уже просто видели эти кусты, они какие-то подозрительные. Я все пыталась их залутать. И сейчас, как в мультике, старое миндальное дерево расцветет. И не будет таким злым. Все, туда нас не пустят. Это конец локации. Ну, по идее, все созрели. Вон оно, вон оно. Да, да, ты просто не видел еще, наверное, не раз. Они постоянно за нами подглядывают. Оно доброе или что это? Оно улыбается, по-моему. Можно пройти? Вот, спасибо. Э-э-э. Ах, так, да? Ладно, ладно. А, тогда все в порядке. Что? Забашляли за проход. Да. Опа. Что это за королевишна тут? Не видели мальчика? У нас вроде бы не видно. И не пахнем мы совсем. Хотя, по идее, вот эти вот черты, они должны, наверное, улавливать запах людской плоти. Они же жрут людей. И они в каком-то смысле животные. Глава третья. Маленькое зло. Сразу вспоминаю мем, где мальчик за вазой спрятался и делает вид, что его не видно. Подожди, я такого мема не знаю, либо просто не могу вспомнить. Опа. Блин, библиотека зачетная, конечно. Камешек. Это зачем двиг... Мы на него залезть можем? За веревку пока не дергаем, да? Ладно. Это выход. Это зачем? Ладно. Ох, в шашки будем играть. Удочка. Еще один камушек. Еще один. Мы ими в шашки будем играть? А дед вообще уходит, нет? Если я приду, с какой стороны я вот с этой же выйду, правильно? Угу. Он сожрет, не боюсь. Сейчас, сейчас. В следующий заход мы попробуем положить шашки на этот... на доску. Может, дед добрый? Я сомневаюсь. Ты видел хоть кого-то здесь? Ну, хотя черт тут был не... Ну, он просто нас боялся. Он не то чтобы добрый. Ага. А, не надо. Ага. Не-не-не, он меня сожрет. Я ее боюсь. Ага. Давайте-ка посмотрим пока, что есть там дальше. Может, куда-то камушки эти можно вложить? Он просто ищет с кем в шашки поиграть. Это что такое? Правильная последовательность. Нет, ну рано или поздно мы ее найдем. Слишком все очевидно. Вот не может быть это правое. Сто процентов среднее. Через одну может быть? Наверное, нет. Скорее всего, только близ... 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 Лежайшее. И сейчас самая крайняя. Она ни разу не была. А. Ненавижу такие загадки. Ну, это выдалось не особо сложной. Я просто не люблю запоминать последовательность. Особенно если... Там, знаете, как всякие есть музыкальные загадки, где играют, и цвета разные. И когда там, ну, еще шесть последовательностей, я могу. Но когда там еще дальше идет, все, я уже не способна запомнить это. Колокольчик. А-а-а. Мы его сейчас повесим на веревку и будем... Динь-динь-динь-динь-динь-динь. И дед будет приходить. Да, это просто наперебор вариаций. Это даже не загадка. Ну, да. Что такое? Что такое? Кто это? Королевишна опять? Уже кого-то несут. Дверь с бабочками. Мы одну так и не смогли забрать же бабочку. Две не смогли. Одна возле ежа летала вначале, а вторая у ведьмы в банке сидела. Она в них бабочек вселяет. Жесть. Ты мне мем прислал, да? Я прямо сейчас посмотрю. Так, а с этих бабочки вылетели, но скорее всего, как со всеми остальными противниками, они будут появляться, когда я подойду усиляться в них. Ты меня видишь? Я не видела такой мем ни разу, кстати. Маленькое зло. Ну, да, получается. Ну, я проверю. Агресса. Нет? Как это? Интересно. О, здесь карасики. Зачем нам карасики? Ну, сюда нас не пустят, это понятно. Но попробовать стоило. На отдыхе. Караси, наверное, деду нужны будут. Как и колокольчики. Ну, я предполагаю. Я пока не знаю, куда вешать колокольчик. Попробуем сюда. Стаси. Нет? А зачем? И в этом разве... Разве не в этом смысл? Прям, прям надо вот прям... Дай деду лищу. Это чтобы прятаться? Ну, ладно, я тогда вот здесь где-нибудь поставлю. Подождите, я не понимаю ничего. Я думала, я колокольчик повешу. Сюда мы не дотянем... А, да? А мы дотянемся. А как мне наверх теперь? Ой, мальчик вниз пошел. А он не пошел. Мальчик решил побояться. Я думала, мы его приманим сейчас. И я спрячусь за дерево, и он такой... А где? А нет. Куст я не могу с собой наверху тащить. Это не прошлая игра. Тут ГГ везде дотягивается. Опа. И все, и ты идешь обратно. А на эту леща повесить потом? Или куда? Ну, значит, дед не добрый. Подождите. Ладно, давай иди. Там же можно куда-то, может, что-то еще сделать. А может, ему леща положить на доску? Здесь взаимодействовать не с чем. То есть я не могу ни на книжки встать, никуда. Почему? А, может быть, потому что я в кусте сидела. Раз он дотягивается... Все, 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 теперь понятно. И сейчас он сюда, а мы туда. Гениально. Колокольчик вверх, потом забрать и вниз. Сидим, ждем. Я надеюсь, дед не глухой. А, наверное, надо по этажам действительно. На такие далекие расстояния дед не слышит. Не, иди отсюда. Мальчик, мальчик, зайди. Да какой? Мальчик, мальчик, пожалуйста. Слишком близко куст стоит к двери. Он такой, как будто... У него срабатывает... Как сказать? Короче, что-то у него срабатывает. И он думает, что я хочу не зайти, а на куст применить. Что-то, чего у него нет. Хорошо, ладно. Все, ладно. Возвращаясь. Так, на шашки ему ничего нельзя положить Здесь он что-то осматривает Коробку перетаскивать нельзя Вроде бы А, маска какая-то Метла Еще один камешек Пока все не соберем, не сможем поиграть А, туда леща надо, да? Но мы не достанем Блин, в какую сторону-то? Она, если я отпущу, начнет обраться А, нет Ладно А как мне теперь пройти? Мне его шашками задобрить? Подождите, а как вернуться? Маской деда напугай Ты думаешь, у него приступ сердечный будет? Я не думаю Значит, нужно здесь леща Поцепить И деду отправить Я просто, ну, сомневаюсь в том, что Ну, хотя, может быть, и пройдет лещ через эти отверстия Дед сожрет и станет добрым или что? Мальчик, отцепись, пойдем Мы сейчас не успеем Нас дед сожрет Хорошо, мы набрали камешков, чтобы... А, в дверь вставить Мы даже с дедом ничего делать не будем Или что? Отравленный лещ Ну, не все мы тут... Мы же не всех тут убиваем Сюда вставить нечего Нахрена мне эти камушки? Ладно, мы еще вот тут вот ничего не сделали Ну, кроме одной загадки Может быть, что-то еще надо делать? Этот рычаг я никак не могу Здесь ключ нужен какой-то Пока непонятно Нужно поймать леща, чтобы, ну, деду в следующий раз еще одного отдать Чтоб был Пойдем, спят А маска, что, одноразовая? Ну, да, ворону напугали и хватит Дай деду еще леща Может, он косточкой подавится и умрет Здесь в начале Локи ничего не было? Ничего Хорошо Значит, что-то у деда надо искать Ключ Внимательно осматривать все У меня много камешков, но при этом он не захотел их положить на На доску, чтобы поиграть И вот возникает вопрос Как это сделать? Когда деда здесь совсем не будет, но он тоже не хотел Хотя у меня тогда не было крайнего камешка Ну, последнего или крайнего, я не знаю, как он там Сейчас попробуем Просто его заманить вниз, как и делали до этого Дед, не жри меня, не надо Мы не успеем, он обратно пойдет А, нет, не идем Мальчик Мальчик Что такое, я не понимаю Что здесь он, наверное, что-то применить может Или что-то Зачем он задумывается Над чем Только не крайний Здесь ничего передвинуть нельзя Ворона Больше она все Она молчит Зачем деду леща давать? Я не знаю Метлу ему в жопу засунь Надо как-то, может, так повесить Чтобы он мог ее как бы съесть Но не доставал и прыгал постоянно И тогда он не будет бояться, что там дед И мы сможем разгадывать головоломку Вот так он не достанет же Ну, ты все, дед Раскусили тебя Что? Опять последовательность-то, е-мое Глупый дед А, диагональ выставить или еще? Не может же быть так просто Просто диагональ? Или мне все их нужно поднять? По принципу, кто ниже того и поднимать? А кто ниже? Легко Сюда мне этот ключ Ключ для чего? На самом верху там была ячейка Для механизма вот эти Все, все, все Вспомнили Легко, а главное Непонятно Но по принципу, кто ниже того и поднимать И все Ну, я не допрыгну Так можно сразу на самый верх Поднять, не? Нет Они Там их не я двигаю Насколько ячейок их поднять Они автоматически поднимаются Я просто нажимаю на Камешек И он сам двигается Вверх-вниз Насколько он там хочет Мне опять нужно заниматься Вот этим прыгательным упражнением Чтобы открыть Вот Вот там вот Я что? Да куда ты пошел? А я-то не помню Я не помню, но руки-то помнят А, все, то есть Ничего А каким образом? Я отсюда допрыгну Если допрыгну То, как бы, это имеет смысл Вот эту отправить наверх Но она же Она же, наверное, тоже ни на что не влияет Ну да Она когда наверху Эта штука не выезжает Факелы потыркать нельзя Да нет, вроде бы Он просто уехал Я на факелы нажала Он уехал Ну вряд ли Что-то у деда еще взять можно Ну метлух Ну зачем? Я хочу просто на факел Потыкать Я сейчас дойду На самый левый Паркур Да нет Разгон он не берет Мы не допрыгнем Слишком высоко Ну, в смысле далеко И там точно так же мы не сможем Может быть Мы допрыгивали до крайней Может быть они Может быть они обратно заедут А та выйдет Как вариант Сейчас бы еще прыгать уметь Да прыгай, не бойся Да нет Да нет А че Вот меня смущает Это вот посредине Вот эта штука Она же не просто так Наверное Нет? И что делать? Опять к деду идти? Я не понимаю пока что Загадочная загадка Может быть мне колокольчик Пригодится где-то Ну где? Ну раз он берется Я возьму Где-то до сих пор там А, он уже сожрал Скотина Ну метла не бралась И она и вряд ли возьмется Колокольчик там тоже Некуда применить В хозяйстве пригодится Было бы странно На этот край Вешать колокольчик Думаешь как в Хогварте Полетишь А куда теперь? Я не помню Сюда Хорошо И ту штуку мы опустили Лучше так больше не делать А то это душно Для деда если к нему идти А может на каком-то этапе Выдвигается эта срань Да вроде бы нет В том-то и дело Что мы ключом смогли выдвинуть Только вот эти вот Ключ он больше не трогает Я не знаю А что за рычаг На краю платформы Вот-вот Его нельзя нажать Но мне кажется Туда надо что-то вставить Нет? Чтобы он заработал Может удочкой Типа что-то сделать? А ну сейчас попробуем Сейчас я леща поймаю Чтобы Как Мэткап сказал В хозяйстве пригодится Рыбу вставь Блин а реально удочкой Наверное Поддеть его С крайней вот этой платформы И Может на последнюю удочку Там типа рычаг активировать Да-да-да Слушай Лятый вумен Если Ну если получится То ты конечно Прямо Мегамозг Ну это Нелогично Как он удочкой Смог поднять Такой этот А дальше что? Пустите Наживка на рычаг была А дальше что? Я просто Я не могу пройти Здесь ничего нет А Я Ну я клацала В углу Да Кнопки всякие Но Я не думала Что прям возле стены И мы опустим Лестницу Удочка победы Просто Да вообще Что-то надо Сделать С клеткой Ну мы в клетку Скорее всего Бабочек будем ловить Опять удочка Конечно же Удочка Затащила Всю игру Чисто Да А Зарешала Ну Я автозамену Свою сделала По сути Смысл Тот же А что дальше Делать Ну он просто Смотрит на клетку Это конечно Все супер Но теперь Что? Мне идти За Т9 ВСТ9 Мне теперь Ити за метлой Чтобы что? Или зачем? Я не понимаю Ну он посмотрел На Клетку Но взять он Ее не хочет У меня Последний Лещ Ценой этого Леща Мы сможем Попасть Наверх Да что ты Пристала К метле Ну а что Она Блин А Хотел сказать У деда Шашкина Готове Можем сыграть А это же мы Сами их Натыкали Прыжок Веры Может? Ну Может быть Прыгай Давай Я не трус Но боюсь Может я метлу Очень хочу Где-то забрать Может она мне понравилась Может быть я В Хогвартсе До сих пор Выбора Выбора Это особо Не Так Прыгать На эту кнопку Хорошо Мы не допрыгнем Серьезно Хорошо Спасибо от души Душевно в душу А я бы сейчас Пыталась бы Метлу у деда Забрать Но у меня бы не вышло Я как бы понимала Что у меня же нет Хотя у меня бы Получилось Туда-сюда Но метла Бесполезно А что делать Куда прятаться Спасибо призракам Да Затащили Ой-ой-ой Так Значит Два Там это Что там Книжки Просто нужно верить Действительно Прыжок Веры Вот так Сразу Возле постели Так Это опять Чтобы прятаться Нет Хорошо О метла Дайте метлу Ну пожалуйста Мы взяли Одну бабочку Ага Здесь опять Цветовые эксперименты Да Ладно Не ори Не будешь орать Я могу в него бабочку вселить Но я думаю Что он тогда Агрессивен станет А Для него нужно Определенную бабочку Сделать Мы бабочку Поместим Наверное Сюда Да Или что В книжке 100% Подсказка Да Я знаю Я просто хочу Всю локацию Осмотреть Насколько это возможно Тут плохая подсказка Я ничего не понимаю Ты за что бабочку скушал Какие-то обозначения планет Тут эти Марсы Венеры Юпитеры Что Пролистать книгу нельзя Это все Это и все подсказки Может точки внизу Спасибо Так значит Первая Две пропускаем Третья Четвертая Я бы вообще Ну Я бы их игнорировала Да изи Магистр по ведьмачьему делу Без проблем разберется ХЗ максимум Это могу придумать Так бабочку помещаем Не помещаем Ну ладно Хорошо Вот эту А как там Первую две пропускаем И последние двери Че Я уже забыла Мне надо было фотографировать Подключать фотографическую память Краник какой-то Зачем Ничего не происходит А чтобы слить Хорошо Здесь у нас их пять штук Сейчас пойду на подсказку Внимательнее посмотрю Да Пять штук Первая и две последних Не сработали Да Значит нужно просто Две вот эти вот А там еще вот сверху Точки есть И вон еще есть точки Есть только Средние три Хорошо Давайте попробуем Средние три Я не знаю Что мы делаем А может тут Надо было Что-то Ну да Надо было Прям Химическую реакцию Производить Ладно А теперь бабочку Сейчас в медведя Превратиться Да Там Мишкина лапка была Ах ты такая скотина Хорошо Сделаем то Что было изначально Может это зажечь Надо Типа Чтобы оно бурлило Да я Что-то проигнорировала Вот эту вот Кнопку Для меня то Что цветное С тем можно взаимодействовать Что черно-белое Ну или какое-то Да там Не особо выделяющееся Я все Я не вижу Ничего не знаю А бабочки нет Хорошо что бабочек Запас бесконечный тут А она выпаривается Быстро Он подошел И руками развел Хайзенбергом себя почувствовала уже Нет Я кстати пока Остановила просмотр Приостановила Потому что я слишком быстро Смотрю из-за того Что очень интересно Скушаешь? А он теперь Мой прислужник Наверное Мой прислужник Это я же ему бабочку Подарила Пойдем Пойдем друг Опять в книжку Смотреть придется Да Свободу Попугаем Так это мы сделали Вот эту Есть еще Какая-то Где вот эти Средние три Возможно Ему эту бабочку Нужно скормить И он обретет Медвежью силу И сможет Разорвать Оковы Которые его Сдерживают И пойдет Сожрет там И принцессу Ее черта Бабочку возьмите Да-да Бабочку Не выпаривайся Мне нравится Прикольная Игрушка У меня знаете Каждый раз Когда я нажимаю Какое-то действие Применить У меня в голове Вот эти вот Как в меме Формулы Потому что здесь Применяешь ты На кружочек А не на крестик Прыгаешь ты Не на крестик А на квадратик И у меня Вот этот анализ Завершен Повторение Мать Учения Да А он не хочет Ему давать Бабочек Хорошо Там Как бы Есть просто Единичка Сам Скушай Так я не могу Да куда ты пошел Верти Так Когда она уходит И этот черт Остается позади нее Я же могу сюда войти Попробовать Морковка Там была морковка Может у девочки Что-нибудь Своровать Не зря же она Ходит туда-сюда Да Вот морковка А что с морковкой Теперь делать Ее же не надо Окунать Уш Кушай Просто ее съел Так Смотрим Что тут у нас Снеговика Нет Даже не знаю Мне кажется Надо Да вот Наверное Да Это морковку Окунать Вот эти В три Вот эти И он получит Тогда эту Медвежью силу Да Угу Как можно Не заметить Что у тебя Морковь Своровали Морковку Опусти Он не хочет Мне пустую Бабочку взять И бабочку Пустую Он брать не хочет Стоп Я что Только сейчас Понял То чучело Снизу Это его Дед Чей дед Он просто Ее жрет А как бабочку Выпустить Он не хочет Новую брать У него был Дед Софт Лох Словила А тебе Смешно Да Хорошо Тут наверное Есть заклинание Бабочку Сделать Нормальной Вот допустим Окунуть ее В единичку И две Последние Не его А че Или он просто На деда Из библиотеки Похож Не не А хотя Подожди Вряд ли Хотя Может они уже И успели Деда сюда Привезти Да Они все Тут такие Окунай Бабочку Блять Так а все Получается Мы проиграли А что Мне теперь Загружаться А это Они его На карете Швезли Такая Залысина Как у Деда Была Мы все Проиграли Получается Он бабочку Новую Не берет Старую Не выкидывает Кушайте Меня Ой Страшно Страшно Грузись А тут Дело в том Что Как бы Если я Выхожу Допустим Здесь есть Выход Если Если Я Выйду Я Продолжу С определенного Эпизода Да Игра Жен А бабочка Теперь Всегда С тобой Кекви Просто Как бы Сначала Проходить Не Хотелось первые три ну не в первые три ну короче которые мы первые видели а дальше берем морковку и пытаемся ее опять вложить кушай так морковка 3 средние почистить ее вряд ли удастся нечем а ресничка в глаз попала сейчас подождите не надо теперь у нас только морковка в руке может быть из-за того что была бабочка он не хотел именно морковку окунать да нет но если я ему дам он ее просто сожрет сейчас как обычно так значит из трех есть единичка я не знаю вообще куда это применять потом бабочка 3 грибочка соединиться вместе с нами если может клапан покрутить клапан этого он сливает жидкость если ты неправильно что-то сделал по моему чтобы не ждать чтобы она выпаривалась может надо много морковок ему скормить он станет сильным сильным конечно сто процентов ну я нажимала эти три посередине ну можно просто первую нажать из из трех каких трех что вообще там еще какие-то груши снизу да я вижу но грушу он не берет он берет только морковку а где девочка может мишку взять мишку мишки скормить там же медвежья лапа нарисована нет мишка мишке надо сделать бабочку свою подождите это мишке бабочку надо сделать ему морковку дать или это тупо ну как вариант там же медвежья лапа нарисованы три вот эти посередине и и морковки сейчас опять софт-лог будет чекайте а может мы в тот раз и все правильно делали просто я на мишку не тыкала а может дальше пройти в комнате и она не знаю попробуем сейчас я быстро он же не хотел окунать все это время вот здесь прям миллиметры решать то есть мы стояли вот так да мы стояли вот вот так вот и он такой не буду я окунать морковку в жопу себе засунь морковку и не говорит чё за я же ну тыкала я же жалко только меня не ешь а все попадос то вы попали сейчас я эту девочку сожру получи шо ты там трусишься а все как мне обратно в мальчика вернуться здорово у меня не было вариантов чтобы не убивать ее я не могла с него выйти не было кнопки пошло оно башню кружить однокровное убийство вот этот дед кстати похож на титана из этого из атаки титанов которые чтоб не спойлерить просто обезьяна подобный короче то мало ли кто опа понятно это подсказку надо идти смотреть на стол мы не хотим хорошо самый страшный маньяк это мы судя по всему так что тут происходит господи там три полоски да на первой мы оставляем одну на второй две туда одну сюда под тоже по точкам или что я сфоткаю потому что ходить вот это вот сто раз смотреть местные порядки рушим местных жителей вырезаем без зазрения совести так не начинай нет здесь две слышишь нажми а их либо туда либо сюда их нельзя да это еще как то а почему значит мы поставили единичку двоечку и потом одну отсюда нет мы не так делали брали одну отсюда одну отсюда как и делал потом как в я легенда все окажется я кстати смотрела когда была маленькая ничего не помню мы взяли три а потом одну 33 сверху одну снизу ну почему я в книжке ну я не вижу такого три а потом одну давайте еще раз три одну но это это не сработает ну да конечно пошла в жопу я пойду и вам покажу еще книжку можете эту сфоткать будем думать вместе значит две и одну а потом одну и одну типа все на ту сторону перевести решно давай попробую сейчас все нижние на ту сторону да потом две и одну а сейчас все и одну или чё или нам надо туда-сюда их водить чтобы с одной стороны не оставалось ноль типа вот опять брать а дальше угадай-ка брать три и одну сюда а он с этой стороны не делает хорошо я думала мы в обратку пойдем просто у него много частей я думала что вряд ли она вся зажжется с последнего действия а ну хорошо ладно зажглась с последнего действия хорошо я надеюсь где то есть объяснение наверно нет наверное это просто рандом ухты сколько бабочек не хватает электричество какого нибудь а нам нужно ту бабочку поймать или же пустой контейнер взять и поймать ту бабочку я правильно понимаю а сюда поставить куда-нибудь ее ее не хватает решно вот только не говорите что определенную бабочку еще готовить надо а ключ я да все вижу вниз так ты это тянись мальчик ключ наверху надо о боже она из детей бабочек делает она из детей бабочек делает а это для нас да должно было быть в смысле дети бабочки жизни а дальше чё она из детей монстров делает мне кажется ну может быть да может быть кстати откуда она бабочек берет обычных что ли ловит от теперь что он не входит в эту дверь я конечно еще потыкаюсь потому что как мы заметили с морковкой он не хочет иногда входить девочку принести сюда повесить ну у меня просто больше нет вариантов а нет мы не можем это наш мальчик наверное да и как раз еще хотела снять кого-то определенного думаю тут нет нашего мальчика на и не помню как он выглядел он выплюнул личинку из которой бабочка рождается судя по всему все получено достижение счастливый конец мы спасли а до остальных и дела нет правильно ну такая игра а это вся игра ну походу но вы не переживайте у меня их три части не переживайте сейчас пойдем играть во вторую даже конец я надеюсь а где концовка но мы мальчика спасли своего друга и все я же посмотрю в интернете вдруг это не концовка подождите друг стример заруинил походу 1 мишин аккомплишен дальше орлы за нами прилетят шоль да и в этот перенесут вон орлонда сейчас посмотрю походу там только одна концовка нет я пока эту игру вам подключу чтобы я была видна на экране недосказанность наше все ну да тут просто очень странный видос я не знаю такой-то гений на ю тубе который его делал он сначала прошел игру а потом начал рандомные моменты из этой игры ну под конец друг за дружкой накидывать зачем непонятно так вам все видно так сеттингс лангоги хорошо о эту часть я помню где-то видел может разборки ну я не знаю это вроде бы как летсплей было там написано все концовки но никаких концовок там нет управление здесь здесь свое управление а это не тот все понятно меня не их бог все равно 1 все корректно чей чей бог ну типа иксбокс их бог это получше первой хотя и ни черта не помню дело в том что я смотрела прохождение первой части но я тоже нихрена не помнила вот я сейчас с вами сидела и половину загадок я просто гонялась за метлой а вначале пока вас не было и вообще не могла разобраться с управлением и чё делать мы сын охотниками пора бы проверить озвучка ничего си перемещение действия перемещения лук и стрелы для тренировок во дворе я обожаю эту игру просто господи почему той первой части действия кружочек в этой действия квадратик теперь ну да квадрате для тренировок во дворе я опять буду просто тупить потому что буду не на те кнопки же этим летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень похожий на я погромче на наверное сделаю ночник потому что тихо вот примерно вот так а сейчас пусть он поговорит и вы мне скажете вам громче или тише красавец медведь и наделивший меня шрамом на щеке половина шкафа забита моим творчеством люблю мастерить из всего что найдется в лесу чуть тише хорошо прям чуть-чуть шкафчик с рукоделием которым заведует или чуть-чуть сделал зачем но она любит запирать его на ключ шкафчик с рукоделием которым мы поняли на дворе осень моё любимое время года пойдемте ну конечно озвучка но я не верю что такой голос у мальчика надо услышать музыку да сейчас как забабахает так чеснок шкаф с нашими продуктами можем и на улицу выйти но сначала с малой поговорим для озвучки мальчиков обычно нанимают девочек как ни странно вы же с ним неразлучны когда мишка убежал мы играли во дворе в прятки всегда забирался за колодец думал это надежное место глупенький сегодня его там нет сейчас мы его отыщем не волнуйся мы мальчик у тебя есть вымышленные друзья не стоит отвлекать его без причин надеюсь она не заряжена дневник моей мамы она пропала пять лет назад и это единственная вещь которую мы храним по рассказам отца моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком все свободное время она проводила в библиотеке мы пытались расшифровать записи но мама писала на древнем языке которому ее еще в детстве научил мой дедушка на этом пеньке мы рубим дрова сколько себя помню он всегда стоял здесь мы с отцом у вороной голова мишки вчера до победы мне не хватило всего лишь парочку гадкая ворона оторвала мишки голову как же заставить ее открыть клюв сыром но это просто все что у меня в голове есть ворона сыр здесь кстати можно не по прямой ходить а по всей части карты так сказать взад-вперед здесь только тело мишки ну в лес наверно мы не пойдем он сейчас скажет типа да мне надо я обещал сестренки на день хорошо хорошо гвоздь брать не будем ну мало ли тут у нас сыр был по моему нет на самый верхний пол шкафс наш сыр брать будешь восьми сыр дневник моим я думал он просто вот эту хрень подвинет которые для бревен на нее хотя бы встанет но нет отец чистит может ей сказать что он у вороны и она мне поможет сыр достать пока нет мишка наловчился играть в пред и яблоко он брать не хочет то что глазок это значит он это брать не будет шкафчик с рукоделием на дворе осень моё любимое время года сверху тоже а что это думаю вороне понравится кусочек сыра с мышеловки серьезно ладно и уже вообще не было видно использовать предмет на что гадкая ворона оторвала мишки голову здесь просто управление не для моего геймпада поэтому треугольник буду иметь ввиду но совпало действительно верхняя кнопочка ну вот мишка найден осталось пришить голову на место нужна иголка да но у меня нет ключика от шкафа с рукоделием потому что нам не даст или можно попросить у тебя ключик от шкафчика можно а зачем думаю он продвинет поиски мишки на несколько шагов вперед шкафчик с рукоделием которым заведом нужно использовать предмет открыть рюкзак это что еще вообще за кнопка это r1 в таком виде в таком виде мишку нести плюшка мишка снова с нами пора обрадовать или посмотри кого я нашел за повозкой с сеном передай мишки чтобы больше не общался с воронами подойти ко мне или есть а татошка будет слушать от ожидается холодная ночь будь добр на колене много дров будет сделано пойдемте ру работать с вами здорово отец да 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 а где дрова то на этом пеньке мы рубим это понятно на него то наверное нужно принести сперва стоит поставить ну а где то ли потом браться за топор я просто не помню справа вот здесь было здесь только и сено а вот это дерево срубить возможно в лесу что ли у меня машинка а у меня машинка уже постирала это тут ветер так жужжит я думаю капец машинка воду до сих пор до сих пор сливает и я же не открыла что происходит нет смысла уходить в лет блин а хочется а у отца имя есть нет он просто отец на этом пеньке мы понятно понятно так сейчас бы жопа и сел на лезвие ты поаккуратней тяжелый топор отец мечтает чтобы я стал гераклом осталось отнести дрова в дом и дело сделано дневник моей мамы по рассказам а я думала мы ее туда положим чок отцу надо что ли дело сделано молодец и сложи в дровницу у камина и ты хотела сделать а в гееве конюшни потом геракла заставить чист с дровами покончено теперь можно и немножко отдохнуть можно отдохнуть смысле спать с дровами покончено ну так я же и иду отдыхать посмотри в дуло сынок так это чё новая девочка порубил три полена и спать мне бы так работать я пришла чтобы вернуть тебя в семью у меня для тебя подарок посмотри как сияют камушки ты обретешь власть и станешь частью великого замысла выходи просто примерь ее и если она тебе не понравится мы уйдем я обещаю батя отъехал да у меня медальон дрожит подождите опять девочки с короной получается девочки могут управлять а из мальчиков делают бабочек ну или монстров то есть тут этот матриархат получается имя отца мы так и не узнали настолько он незначительный батя-батька вечен все верно у меня есть брат превосходно где же он здесь прямо над нами беги ран форест ран это десантура конечно старичок лесовичок утащил нас к себе в дупло паркур только не шуми меня зовут полунь я ваш домовой какой прелесть посмотрите какой он хорошенький полунь для общего удобства живу в дупле рядом с вами домовой я всегда думал что это просто сказки мой милый ларс мир полон волшебства просто оно открывается не всем полунь что дом не защитил держи выпей от варчику из жимолости он успокоит тебя и придаст сил кто напал на наш дом ох ларс случилось нечто страшное мне вот знаете интересно раскроют нам это или нет но если мы ту девочку убили да то почему появилась новая или они просто рандомно спавнятся где-то в мире вот эти вот особенные такие девочки в наших краях появилось зло вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители с помощью диадемы был захвачен разум 1 или она диадему девочки где-то нашла собирать целую армию но она же тогда должна была побывать в том доме странно пить жидкость полученную от незнакомцев плохая идея да 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 у меня та же мысль проскочила в голове я просто не озвучила диадема моя сестра она только что надела ее вот было бы прикольно если бы он отравил нас и все конец игры темная магия теперь она на службе зла марта дороти а теперь элли с каждым днем наши тела становится все хуже дайна кроется в бабочках именно они контролируют сознание лесных жителей одновременно пожирая их плоть изнутри мой кстати это же голос деда из black book так получается диадем неопределенное количество соответственно и девочка может быть не одна ну получается что же делать как нам спасти ели ты видел гиганта сопровождавшего марту наверняка элли получит к себе в слуги нечто подобное просто прийти и забрать или с собой не выйдет нам нужен план дед везде дедов играет отправляйся в город найди моего братца живет он у портного даже помогает в житье и по хозяйству толковый он и страшно любопытный уж точно знает побольше меня возьми ему гостиниц мой фирменный кекс с грибами это его любимое лакомство блин я бы хотела попробовать кекс с грибами ну он типа не сладкие какой-то вас его тебе другой кекс был рад познакомиться звучит вкусно буду ждать тебя вместе с да помогут тебе особенно если он будет с грибами и сыром внутри таким плавленым это наверно все балдеж будет бесплатная рабочая сила красота вперед городу веревка привязана слишком крепко нужно чем-то ее отрезать да и еще вы свет тушите когда я подхожу странно видимо кто-то сильно торопился раз оставил кувшин в такую ненастную погоду блин я забываю что здесь нужно мне нажимать чтобы закончился диалог они говорят я сижу жду когда они наговорятся туда не можем зайти только приперся в город и уже думает чтобы своровать вот а судя по вывеске это домик портного но там письмецо лежит в окошке надеюсь здесь будут рады моему визиту на письмо возьми ладно кажется девочки посетили портного раньше меня нужно хорошенько осмотреться домовой наверняка успел спрятаться у кота ключ на шее кстати какой огромный коготь похоже портной ответил нападавшим славным боем а там вон этот очаг наклеен это чего буратино и мы сейчас в театр попадем воруем все что видим а ножницы брать не хотим до чтобы перерезать там веревку кис 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 не бойся я тебя не трону спускайся сюда для киса я уже поняла нужен тот кувшин там скорее всего молоко любопытный камин чем бы его разодрать да думаю коготь с легкостью разрезал бы холст вот только зачем он просто нет ну не хочешь не надо пойдем письмо почитаем может быть коготь с легкостью разрежет и веревку письмо от лесной феи адресовано домовому проживающему у портного камин значит у домового есть убежище надеюсь он успел спрятаться вот если бы с самого начала прочитал письма портного сам хозяин похищен но я узнал бы что домовой домового он был обереге спрятаться холст из очень плотного материала сорвать его руками не выйдет да да домик дымового нашелся вот только дверка закрыта на замок так давай булавкой взламывать ну понятно теперь с кисой будем хорошо пойдемте веревку разрежем не знаю пока зачем он как лосою закинет куда-то и мы заберемся решим ну да конечно по бочкам он не хочет лезть а что там происходит надо меня пукать давайте дальше пройдемся ну и зачем ты это сделал чтобы и что чтобы не войти или он в инвентарь положил а положил хорошо уходить в год города бессмысленно домик портного позади на поняли пони теперь надо думать куда ее приложить но вряд ли он просто ее сейчас облокотит на балкон и мы такие раз и не там да конечно странно видимо кто-то сильно объединить же ее тоже нельзя да на они не объединяются а может булавку с веревкой и нас чем тогда ну вообще мы на гараже так залазили ну вы-то умные а он-то нет ну а с булавкой не могу представить как эти вещи можно совместить вот так серьезно вот так простенькую удочку только еще держали пары пары парней снизу пару парней хорошая идея но зацеплять кружку лучше находясь на крыше опять удочка да 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 лучше находясь на крыше как я по-твоему на крышу попаду щел ты же во дворик не хотел зайти может там где-то лестница была бы на заднем дворе ну правильно зачем сейчас будем думать как попасть на крышу у меня пока вариантов никаких обратно мы тоже не пойдем до вот так серьезно да я закрою я просто думаю мало ли можно где-то ее применить странно вот так серьезно что где-то тут ее прикладывать странно видимо кто-то сильно торопит просто инвентарь открывается возле мест где можно что-то сделать на треугольник он не открывается больше там где нельзя сделать хорошо я буду спамить просто нажимать треугольник допустим может через дом как-то можно на нет тут на второй этаж на никуда нельзя забраться на крышу с помощью веревки неплохая идея но без груза на конце ничего не выйдет надо забраться надо я объединить хотела все поняла не в этом с помощью превосходно с помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту скалолаз конечно зацепилась крепко думаю я рискнув забраться наверх понятно а тут то и до 100 . да наша нужно чел нереально душит комментариями по мокрым крышам самое то прыгать кувшине молоко лучше не придумать а это мне делать что ли да действительно а я думала мы кувшин будем ловить нет кружка тоже пригодится и решили а стакан но джига и в кувшине молоко облучается в стакане это еще и черепица прям ух какая устойчивая платформа кися 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 а вот миска и я думаю куда и налить и пей кис 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 спускайся отведай вкусного молочка перепугалась бедняжка даже меня боится ну вот все ужасы позади будь лапочкой позволь снять с тебя ключик домик домового нашел это вот душит меня что надо иногда вот есть здесь в инвентаре при предмет он не хочет его автоматически применить ну казалось бы у тебя есть ключ и ты блин знаешь на хрена он тебе нужен но ты вот если не применишь его на камину он не войдет джон сам не может применить здесь слишком очевидная ситуация не везде ну хотя бы здесь опять рычажки цветные для тут тоже прикольный домовой здравствуйте меня зовут ларс полу не велел вас найти с ним все в порядке да он спрятал меня от погони и сказал что вы сможете помочь я должен спасти сестру с ней приключилось нечто ужасное ларс сознание твоей сестренки захвачено диадемой боюсь просто снять ее будет недостаточно полунь всегда отмечал твою храбрость сейчас она как никогда кстати даже мой хозяин храбрый портняшка проиграл битву этим существам он славно набивал им пока но они вставали и нападали снова я попытался помочь но меня полоснули когтями и я свалился в подвал выходит девочки ведут охоту на мальчиков да их используют как инкубаторы для вынашивания личинок новых волшебных бабочек как я и думал сам демон безобиден он прячется в пещере а всю грязную работу за него выполняют девочки стример мозг да ступай на восток через лес там ты найдешь пещеру как мне уничтожить зло проклятие кажется он умер ты бы прикольно он прям пират байкер пират или неизвестно где в лапах зла а я застрял здесь отец я даже не знаю что с ним марс соберись такое чувство как будто плач озвучивал сейчас кто-то другой час ты найдешь способ опустить лестницу отыщешь пещеру и спасешь свою сестру странный механизм с рельсами он возможно взаимосвязан с лестницей ну да опять загадки вот эти вот сложные наверно так это нас чё лестница слишком высоко нужно найти способ опустить ее актеры не смогли заставить плакать пришлось найти более изговорчиво так а вот но подсказка на стене может как-то посмотрим поближе нет или без подсказок часть руки домового заменяет протез с крюком на конце а что если это и есть ключ к выходу шестеренку брать не буду хоть бы пароль сказал прежде чем отъехать и сюда вставлять или куда протез идеально зашел в пас механизма это сбросаешь на это еще что за срань ну-ка отойди отсюда дать я так понимаю нужно закрыть свет или что-то думать бы ни хрена не видно-то куда ты вертишь так сильно это он сам это не я я просто хочу напоследок посмотреть пока мы не начали там бесконечно крутить подсказки вроде бы никаких нет цветовых там ассоциации еще чего-то на эти штуки он а нет на какую-то дать дотянулся зачем с помощью крюка мы что-то узнаем в каком порядке на них запрыгивать лишь а то есть он может либо до конца их закрыть да либо я не могу отойти на полпути я думала оставить себе немножко посветлее чтобы мне было видно но он их открывает ну-ка на какую кнопку я отхожу на крестик я нажимаю ее и он не хочет вот я нажимаю на крестик да и он полностью открывает внутри на тадушка какая-то это получается надо чё механизм это двигать постоянно смотреть что будет я не понимаю что мне делать он дело в том что вертит он не может его оставить закрытым чтобы я пошла с загадкой как-то работать лишь как какой последовательности мне прыгать на них это уж не пойму а а и и и и подсвечивается вот вот та часть хорошо допустим я туда сейчас поставлю вот это вот что дальше она просто светится до понимаю ничего вот подсказки на стене и все остальное он вообще не хочет читать смотреть здесь больше ничего нет мне нужно исходя из того что мы имеем вот она под синие если я прыгну на 7 она же она провиснет да а это зачем синий вот там зеленый вон там желтый в углу а как это делать может все закрепить надо ля дгд что такое дгд алл что такое дгд лул такая ну допустим я их закреплю хорошо мне же их нужно расставить еще правильные места что-то я пока не понимаю как это сделать я я просто он не может их открепить обратно вот он их прицепил а может на красный надо прыгнуть и все заново начнется или что нет как то надо закреплять походу ну как а теперь только зеленый светится вон там это место положение где тянуть шоль ну походу походу чё как это вообще шо тени красные победа да опа король любопытно сегодня случилось очередное исчезновение и вот кого я вижу на месте преступления я здесь по той же причине пустите я ищу свою сестру на мой дом напали монстры я успел сбежать и вот теперь здесь в поисках ответов беда не приходит одна утром исчезла моя милая умница принцесса некто пробрался в королевский сад разорвал прислугу на части и похитил мою девочку они же и совершают нападение на город монстрами управляют девочки разум которых захвачен злом мальчик тебе известно больше чем всем моим слугам кто ты мой король меня зовут ларс я простой сын охотника мне лишь известно что зло отдающие приказы девочкам безобидно и притаилась где-то в пещере я иду туда чтобы спасти мою сестренку твои слова и поступки достойны уважения да и храбрости тебе как я вижу не занимать ради своей семьи я готов на все молю отыщи мою дочь дарую пол царства все что пожелаешь слово короля а ты помогать не будешь но вот это ее портрет прошу мальчик найди ее это значит что тут несколько концовок либо мы спасаем сестру либо спасаем дочь короля или что хорошо я постараюсь на улице ждет карета я подвезу тебя до леса нужно спешить король конечно очень заинтересован в поиске своей дочери ищи мою маленькую принцессу и помни добро всегда побеждает зло выслать вместе с мальчиком армию какую ну там не всю данную часть ну в жопу пойти вместе с армией самому посмотреть где его дочь туда же какой то мальчик идет спасать все мальчик иди хорошо ты справишься ну уже подвиги ждут тебя постой впереди наверняка множество опасностей вот ну спасибо хоть кинжал зачем лишние расходы спасибо мой король ну пойдем ну пойдем глава 2 шаг в неизведанное бля какие деревья злые жесть обстановочку у вас тут фонарик у меня знаете фонарик теперь ассоциируется только с сохранением из-за того что я смотрю амнезию второй день подряд у странно рядом с деревом вскопанная земля странно видеть столь хрупкое деревце посреди этого мрачного монолитного леса плод слишком высоко мне не дотянуться ты будешь стоять стой жуткий истукан застывший в неестественной позе впрочем он превосходно вписывается в мрачное окружение меня чет бомбит от того что артур использует мета инфу для открытия шкафчиков мета инфа это что это типа что он узнал код умер и воспользовался им не идя снова его подбирать вот это мы кстати опять заходим в неизвестные нам дома что не сулит ничего хорошего дерево дерево с золотом да опять желудью играть на дудках ага не знаю меня не бомбит ну типа нормально необычная ветка на шарнире и маленькое дупло инфа которую персонаж в игре не знает но знает игрок необычная ветка ну еще одна из такая может мы нажмем необычная ветка ну хорошо мост сломан а другой дороги нет ну пойдемте в дом как же здесь темно кажется над столом висит старый фонарь а вон как собрать робота инструкция а вот это игрушка где мишка и и дед молотками бьют прикольно ну кажется фонарь есть но нам нечего делать жуткий стукан застывший как его поджечь у меня он и кекс не отдали ну у меня не было возможности его отдать хорошо ладно кушаем с мертвым все равно не надо странно рядом я буду все клацать я просто не знаю где взять топливо для лампы ну разве что выиграть в карты допустим у желудя в дереве хорошо пойдемте к нему возможно с него все начинается на тебе грушу будешь кекс конечно кексы с грибами я бы тоже не отказалась бы и сейчас надо дернуть чтобы золотая штучка упала да и мы получили необычная ветка необычная необычная необычный мальчик сейчас выведет меня из себя слышь золотую штучку дал необычная ветка необычная ветка необычная ветка у тебя есть нож выигрывать не обязательно почему он не может нажать необычная ветка на шарнире и маленькое дупло и необычная ветка необычная ветка на шарнире но он не хочет нажимать на эту необычную ветку на шарнире и рядом маленькое дупло необычная ветка ну а в это тоже надо вставить семечко да но нам не дотянуться уже помните нам не дотянуться он ничего не даст просто здесь необычная ветка ну понятно понятно а мы ведь до второй груши то дотянуться не можем части робота вот этого скорее всего где-то зарытого там закопаны его подвинуть нельзя жуткий да нет прости меня хрупкая а да но мне нужен ножом перережешь ствол ну хорошо ну ветка же необычная запугал дерево ножом ну и чё семечку неси необычная ветка необычная ветка с�ены а безусловно мы должны бить сахар сахара сахара который у нас Да, на вот эту скидывать? А что это такое? А, надо в момент, когда оно открыто. Ну, мы справились. Почему мальчик в темноте не хотел взять лопату в доме, я не понимаю. Желудь, просто отдай нам эту хрень. Я тоже такой камень хочу. Бесконечно горит. Что там, что там? Здесь дневник. Похоже, хозяин домика вёл записи. 17 марта 1837 год. Для меня совершенно нетипично вести дневник, но я был просто обязан записать последнее произошедшее, со мной, последнее произошедшее со мной событие. Прошлой ночью в таверне The Drunk Dragon Inn мне посчастливилось иметь разговор с одним крайне странным персонажем, закутанным во множество халатов, поверх которых был плащ с капюшоном. Внезапно подсев за мой столик и угостив выпивкой, он начал разговор. Я не видел его лица, лишь два голубых зрачка сияли из темноты. Он поведал мне, что в озере Ултук можно набрать живую воду, способную даровать неживым предметам разум и способность передвигаться. Что мне лишь стоит смастерить хорошие деревянные болванки, которые в итоге станут мне верными слугами. Взамен он попросил лишь отдать одного из тукана ему в качестве оплаты за совет. Эта история не давала покоя мне всю ночь, и дождавшись утра, я собрался в поход. Озеро выглядело совершенно обыкновенным, и отругав себя за наивность, я уже было решил вернуться домой. Но увидел странный блеск, блуждающий по воде. Вернувшись с несколькими бутылками живой воды, я сразу приступил к работе. Без сна и отдыха, поработав несколько дней, я получил своего первого из тукана. Плеснув немного воды на его лицо, я изумился, как резко изменились грубые неживые черты лица моего деревянного ребенка. Глаза засияли, и первое, что он произнес, было «Здравствуй, отец, готов служить». Он разговаривал, но не двигался. Я подумал, что, возможно, ошибся в конструкции и сделал еще одного. Но и здесь результат оказался таким же. Я стал экспериментировать с формой, деревом. Но все мои старания были тщетны. Они могли говорить, но по-прежнему были не в состоянии двигаться. 12 июля 1837. Моя работа зашла в тупик, и я совсем отчаялся, когда в мою дверь постучали. На пороге стоял тот самый незнакомец. Ему было очень жаль, но живая вода из озера утратила свою прежнюю силу, и теперь была способна даровать лишь разум. Для следующего шага мне нужно было отправиться к проклятому озеру Шакралтон и набрать из него мертвой воды, которая заставит истуканов двигаться. Собрав все необходимое для опасной прогулки, я отправился в путь. Озеро встретило меня жуткой дымкой, и чем ближе я приближался, тем сильнее все вокруг погружалось во тьму, сквозь которую мне слышался жуткий шепот на неизвестном языке. И вот я почувствовал, что моя нога ступила в озеро. Окутанный черным туманом, вслепую, я набрал первую склянку. Но стоило мне потянуться за второй, как жуткий шепот начал усиливаться. Я почувствовал, словно нечто огромное и непостижимое обратило на меня свой взор. Я начал ощущать, что теряю контроль над мышцами и волей. Не знаю, что спасло меня в тот день, но я успел. А, ну зачем пробел такой баш? Но я успел сконцентрироваться. Быстро рванул и бежал до тех пор... Быстро рванул прочь и бежал до тех пор, пока родные края не показались на горизонте. Мертвая вода, набранная мной во время этой опаснейшей экспедиции, даровала истуканам силу и возможность передвигаться. Они верно служат мне и помогают в делах. 31 октября 1837. Мы были в лесу, когда пошел сильный дождь. По всей видимости, он вымыл всю мертвую воду из истуканов, и они застыли в тех позах, в которых были. Благо, у меня еще остались запасы мертвой и живой воды для создания новых помощников. В следующий раз нужно быть предельно осторожным и предусмотреть средства защиты, поскольку возвращаться на проклятое озеро я больше не хочу. Все, да? Не листает больше. Хорошо. Я не могу просто не проигнорировать это, понимаете? Мне надо попробовать. А вдруг? Сейчас я тут еще поменяю и все. Есть еще какой-то. Ну, не открыли и не открыли, подумаешь, тоже мне не очень-то и хотелось. Э, паук, ты там не опускайся. Ну, я надеюсь, это не шифр для... Похоже на чулан. Для этого чемодана. Весистый замок. В планетах есть хочу, вы бы знали. У меня так громко урчит живот, но вам его не слышно, конечно же. Ну, прям капец. Там он такой. Покорми меня. Жуткий истукан за... Да, да, пошли ямку рыть. Так он с крючиком. Походу запасы мертвой воды лежат вот здесь. И вот эти челы, которые настукивают, они реально подсказку дают? Да, какой по счету символ? Но здесь сбрасывается головоломка или мы уже обосрались? Что первое было? Я, по-моему, первый символ не меняла. Он был вот этим вот... Был ромбик, правильно? Раз-два. Блин, а я не могу трудно считать. Или по количеству углов. Типа раз-два. Ну, или черт, или здесь не знаю. Ну, блин, слишком быстро. Ту-ту-ту-ту-ту. Четыре же, правильно? Я не умею считать на слух. А я-то те угадала. Вот так вот. Истукан может сослужить... Лягко. Вообще. Истукан может сослужить... Ну так вдохну лишь в него жизнь уже. Живи. Не хочешь, да? Да и пошел ты в жопу. Значит, я в этого вдохну. Здорово, отец. Мальчик, благодарю тебя. Теперь я снова могу говорить. Кто ты такой? Всего лишь часть великого платана, превращенная создателем в подобную ему форму. Деревья, камни, каждая травинка таит в себе жизнь. Но мы пребываем в состоянии, недоступном для общения с человеком. И вот я здесь, снова среди вас. Значит, мой путь еще не закончен. Мощество, знаете, ну, докопаться. Почему он делает вот так, как будто он вдыхает, у него же нет легких. Ваш создатель, это его дом? Нет. Он уже давно покинул этот мир. Здесь жил другой краснодеревщик, исчезнувший около года назад. Если, конечно, стоя здесь, я не потерялся во времени. Грустно. Ага, ты меня не придушишь, блин. Где мне ее искать? По сути, чтобы говорить, нужен воздух. Каин боялся оставлять ее в доме и хранил в земле, возле хрупкого деревца. В земле возле хрупкого деревца? Надо дерево срубить. Ну, можно просто под ним, конечно, покопаться, но хорошо, ладно. Он сейчас меня убьет, наверх. Я ему не доверяю. Спасибо тебе, мальчик. Полагаю, ты узнал уже слишком много. И теперь, во избежание проблем... Да понятно, понятно. Мне придется тебя убить. Хорошо, ладно. Ковна на лопате, я тебе что-то дам, понял? Я не тебе дам, я дам другим, ты плохой. Вот так и помогай, да. Должно сработать, если, конечно, написанное в дневнике не бред сумасшедшего. Готов служить новому хозяину. Знаете, мультик, вот забыл, как он называется. Там на палец колечко надевают и тоже... Что? Новый хозяин, надо. Пойдем. На зависть этому челу. Давай перед ним пощеголяем. Ха. Смотри, что можем. Понял? Вот так вот. И в жопу. А куда нам идти-то теперь? Он мне зачем? Чтобы по воде с ним пройти? Или нам того все-таки нужно активировать? Мост сломан. Мост сломан. А другой... Нам из истуканов нужно мост себе сделать, да? И еще три. Че злой стоишь? А ты стой. А можно сразу двоих превратить? Наверное, нет. По одному ходить вот это вот. Ну да, он следующего доставать не будет. Ладно. Вот и стой. Пока дождь не смоет с тебя разум опять. Зису Спарта. Зису Спарта. А, и он же когда кидает, вода смывает с них разум, и они как бы... Ну все. Они и не вспомнят, что с ними произошло. Теперь они просто деревья. Вы сослужили добрую службу. Упокойтесь с миром. А на этом мы закончим, потому что игра сохранена. Только что была надпись. И продолжим с вами завтра, потому что главы здесь не особо короткие, особенно если долго думать придется. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем спокойных ночей. В смысле, что так рано? Эх. Ну там осталось типа 13 минут, но я не думаю, что мы за 13 минут справимся с этой главой. А я очень хочу кушать. Очень-очень-очень. И мне нужно на улицу сходить, а потом еще прийти помыть речек, а потом себе сделать покушать. И только потом я покушаю. Вот. Поэтому жальтесь над стримером. Отпустите, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Всем спокойных ночей. Приятных аппетитов. Хороших вечеров. Всего-курошего. Увидимся с вами в следующей серии и на следующем стриме. Приятного аппетита. Спасибо большое. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok